Друзья, всем привет! Я Димас, в этом канале Кукс Бразер Хукс. И сегодня у нас будет интересное достаточно блюдо. Оно популярное. Популярное в восточной части страны. В Китае, если так можно сказать. Китай уже наступает на границе России, так что скоро все будем есть замечательное блюдо, которое вот сегодня мы будем разготовить. Сегодня будут вот лапки куриные. Такие вот. Они очень дешевые. Если я не знаю, ну если так переводить на оценник, в плане того, что если покупать чипсы какие-нибудь, чипсы. Это самый сейчас дорогостоящий продукт из закусок пива. И выйдут намного дешевле. И в плане, ну, мяса, как так называем, мясо, шкуру, вот это все. Здесь намного приятнее. На вид, да, естественно, это на многих вызывает отращение. Но это курица. Это курица, часть курицы никуда не деться. Так что сегодня будут лапки у нас. Что сделали? Разморозили, помыли. Осталось у нас вот срезать ноготочки. Вот видите, девочки, простите меня. Ну, надо будет сегодня срезать ноготочки. Сейчас приступим к этому заданию. Самому сложному, в принципе, из всех остальных. Потому что кропотливая работа предстоит. По специям я скажу, что из таких свежих. Это любая зелень. В данном случае у нас петрушка. Репчатый лук, чеснок и имбирь. Так как будет у нас восточная кухня, все будет такое пряное. Также у нас тут гвоздика, корица, к сожалению, молотая. И бадьян или анис. Очень приятные запахи. Также сахар будет, песок. Перец черный и соль. Чили острое и паприка сладкая. Из жидких у нас будет два компонента. Это мед и горчица. Лучше взять обычную и соевый соус еще. Тоже один из главных компонентов такой восточной кухни. Главное сейчас это вот нам надо срезать. У крылышек куриных ногти, так называемые. Такие, да? Ну, где-то по первую фалангу прям вот берите и срезаете. Вот. Такой процесс несложный. Все прилетается, но потом соберете. А так все просто срезается. Ну, можете, ну, ножницами лучше всего. Вот такой вариант получается. Как бы съедобное. Тут уже ничего нет, хрящики одни. Вот такая приятная и на ощупь, и на вид лапка куриная. Так что весь процесс такой же будет отстригания кокотков. Все, приступаем. Обкарнали наши ноготки у нашей курочки. Такие вот они получились. И что делаем? Мы включили комфорт, у нас уже на четверке. Мы перекладываем в кастрюлю любую или сотейник, либо. Прям нежные такие лапки. Очень классные. Не знаю, как будет на вкус в итоге, но на вид прикольно смотрится. Необычно. Редко такие. Даже очень, может быть, редко готовлю блюда. Мы решили вот попробовать, что из этого выйдет. Все, залили полностью и ставим на нашу комфорку. Ждем закипит сейчас. Сейчас по чуть-чуть добавим соли. Увидимся через какое-то время. Ну вот, смотрите, ребят, у нас уже закипело и проварилось 5-7 минут. И мы вынимаем наши лапки. Вот, вот тут вода осталась холодная. И еще пойдем сейчас все равно промоем. Добавил имбирь немножко сюда. Ну вот, смотрите, мы промыли наши ножки под холодной водой. Ну, такие вот уже повареные, такие все жилочки. Кому нравится, тот мне поймут. Что делаем для соуса? У нас вот сковородка уже постоит на комфорке. Что мы делаем? Мы берем чеснок, берем имбирь, берем масло, немножко растительное. Насыпаем наши ингредиенты. Всыпаем сразу гвоздику, бадьян, корицу. Чуть сахара даем. Должен быть сладкий. Соевый соус тоже наливаем. Где-то полторы чайной ложки. И все это размешиваем. У вас должно потаять. Дамножко жарится. Так же добавим сладкие паприки. Чили наш, вот перец острый. Естественно, так же лук мы добавим. И немножко это все обжариваем, потом закидаем наши крылышки. Ножки, точнее. Ладки. Ну, смотрите, начинает вот это у нас все густеть. И добавим ладки. И начинаем постепенно вот так перемешивать соусы. И даем тушиться немножко тоже. Естественно, мы сейчас будем добавлять постепенно еще соевый соус. Мед, горчица. Но эти основные специи мы сразу добавим. Ну, вот мы обжарили минут 5-7. Смотрите, у нас приобретает такой цвет уже. Интересный курочка. Вот мы добавим еще соевый соус. Так же добавим мед. Немного добавим, потому что мы тут сахар добавляем. Чайную ложку. И горчица. Данная ситуация у нас русская, ядреная. Так что много добавлять уже не будем. Тоже где-то чайная ложка. И все это перемешиваем. И еще минут, наверное, 10 примерно томим. И чтобы обволакло все. Можете крахмал добавить. Но мы не стали добавлять. Без крахмала решили сделать. Такие лапки. Ну, красиво получается. Запах тоже хороший стоит такой. Восточный. Пряность, корица, бадьян. Вот завершающий штрих кидаем зелень. И все, в принципе, крылочки у нас готовы. Лапки готовы. Все хочется крылочки сказать. На самом деле это лапки. Вот, наши лапки готовы. Они все в соусе. И все выкладываем на тарелочку. Вот такая красота у нас получается. Ну, а вид вообще бомба. Сейчас попробуем на вкус. Выглядит очень аппетитно. Ну, вот что, друзья. Приступаем мы к пробованию китайских лапок. Ну, как на самом деле китайские, не знаю. У нас вот всегда в деревнях тоже ели все лапки. Ну, и в Советском Союзе ели. Это сейчас, может быть, как-то это потерял смысл. Это все. Но я помню, в детстве у нас постоянно, если что-то там рубим, куриц, все и шло в еду. Лапки, голова, там, все остальное. На вид эротично выглядит все, как бы, аппетитно. Как бы, именно вот что это курица, зная. Лапку возьму одну. Очень такая склизкая. Ну, кто любит, поймет. Сладкая. Помните, добавляли мед. Чуть пряное, острое. Вот вкус и запах бадьяны и корицы прям чувствуется очень сильно. В принципе, это очень вкусно. Соус вкусный, а сейчас пальчик оближешь. Если бы не соус, не было так вкусно бы, и специи, они убивают вот этот запах куриный такой вот сильный. А так, штука прикольная. Компании точно пойдет. Дешевые продукции. В принципе, закуска получается очень даже неплохая к пиву. И вообще, по всему остальному, пишите в комментариях обязательно, что мы сделали не так, по-вашему что-то добавили. Как вы делаете там, например, лапки, делаете вообще вы лапки или что-то подобное в таком соусе. С вами был китайский Димас. Китайский, вьетнамский оператор Антон. Вся наша банда. Видите на нашем канале. Обязательно подписывайтесь. Мы рады вам всем. Всем пока-пока.